Продолжаем нашу сессию возможности МРТ в диагностике распространенного рака щитовидной железы. Для начала буквально несколько слов об анатомии. Щитовидная железа это не парный эндокринный орган, располагающийся перетрахеально, состоит из двух долей и перешейка, и также имеется перимедальная доля. Для начинающего специалиста визуализировать щитовидную железу в сагитальных и фронтальных плоскостях порой непосильная задача, потому что ее контур теряется на фоне вертикально ориентированных магистральных сосудов и кивательной мышцы. Тем не менее, она хорошо визуализируется на аксиальных плоскостях, когда мы ее видим в виде такого характерного коромысла, обе доли и соединенные между собой перешейком. Сложности возникают при визуализации пирамидальной доли, которая выявляется только в том случае, если она гипертрофирована, гиперплазирована. Щитовидная железа – это богатовоскулиризованный орган, поэтому при внутривенном введении контрастного препарата она характеризуется гомогенным активным накоплением контрастного препарата. Крайне редкая ситуация, когда при обследовании щитовидная железа отсутствует в привычном нам месте, в паратрахеальных областях, и если пациент не демонстрирует симптомы гипотириоза, конечно, нужно активно пытаться найти щитовидную железу. В данном случае достаточно типичное место – это корень языка. Щитовидная железа имеет неоднородную структуру, поскольку здесь в аберратной этой доле возник узловой зуб. Как же на МРТ видно щитовидную железу? К сожалению, по непонятным абсолютно каким загадочным причинам, это самый плохо визуализируемый орган локализации голова и шеи. Очевидно, мешают артефакты от пульсации магистральных артерий, возможно, дыхательные экскурсии или при гиперсаливации постоянные акты глотания, но орган видим мы плохо. И порой нижние полюса обеих долей щитовидной железы визуализируются, можно о их контурах только догадываться. Тем не менее, мы бодрости духу не теряем, стараемся ответить на все представленные нам вопросы. И каким же образом мы видим новообразование в щитовидной железе? Единственный случай, когда мы что-то видим четко – это коллоидный узел в щитовидной железе. В связи с высоким содержанием уцина, он хорошо визуализируется на нативных Т1-звешенных изображениях, поэтому не вызывает сложности в диагностике. И на постконтрастных изображениях его видно даже хуже, чем на нативных. Что касается опухолей рака щитовидной железы, как же виден он? Очень часто виден именно вот так, то есть вообще никак. Мы видим четко очерченные контуры органа щитовидной железы, но тем не менее, на фоне гомогенной структуры никаких узловых образований не визуализируется. Для чего я показываю вот этот слайд, он очень наглядный, как бы казалось бы, он дискредитирует метод, который я представляю. Но тем не менее, он очень хорошо демонстрирует, что МРТ не может являться методом первичной диагностики опухоли щитовидной железы. Здесь абсолютное первое место принадлежит ультразвуковой диагностике, и МРТ является лишь вспомогательным. Поскольку щитовидная железа, все опухоли подлежат в основном хирургическому лечению, то наш метод призван помочь хирургам снавигировать их и померить все расстояния, и также оценить вовлеченность соседних органов. Является ли данное исследование, когда опухоль не визуализируется, бесполезным? Разумеется, нет. Помимо того, что мы, ну, к сожалению, опухоль не видим, мы можем оценить четкость контура самого органа, можем оценить четкость контура колец трахеи, которые располагаются рядом, оценить отсутствие отека слизистой оболочки трахеи, что может являться косвенным признаком инвазии. Также оценить взаиморасположение шейного отдела пищевода и долища тавидной железы, наиболее благоприятная форма, когда имеется жировая прослойка между органами, и прилежание к магистральным сосудам, общим сонным артериям, когда есть касание с охватом менее 1 четверти окружности. Бывает такая ситуация, что на Т2 взвешенных и Т1 взвешенных изображениях опухоль не визуализируется, но на помощь приходит диффузионно-звешенное изображение, когда выявляется участок ограничения диффузии, и уже прицельно можем попытаться визуализировать узел, который располагается тоже оптимальным образом, в толще ткани щитовидной железы, окруженную тактной тканью, и для хирургов наиболее благоприятная ситуация. Иногда диффузионно-звешенные изображения именно зоны шеи оставляют желать лучшего, и, к сожалению, топография затруднена, тогда прибегаем к методике совмещения данных, возникает такая вот картинка, чем-то похожая на ПЭТ-КТ, когда топография узла не вызывает никаких сомнений. Опухоль щитовидной железы, конкретно рак, он характеризуется наличием мелких кальцинатов, для них это очень часто, и очень благоприятная для МРТ ситуация, когда возникает грубое обозвисление капсулы узла. Тогда такие узлы хорошо визуализируются. У данного пациента мультицентричный рак, располагающийся в двух долях щитовидной железы, хорошо видна гипоинтенсивная грубая капсула вокруг узла, и что характерно, если первичная опухоль проявляет себя вот таким образом, то и секундарные лимфоузлы также окружены вот такой толстой, грубой кальцинированной капсулой. Опухоли щитовидной железы, достигающие большого размера, требуют особенно тщательного анализа, поскольку прилежат к этой опухоли очень многие критические органы. Оцениваются размеры щитовидной железы, разобязательно расстояние до еревной вырезки рукоятки грудины, для того чтобы хирург мог сориентироваться, требуется листернотомия при операции. Оценивается воскулиризация опухоли, в данном случае мы видим собственную сосудистую сеть. Пытаемся визуализировать капсулу, которая здесь прослеживается очень отчетливо. Оцениваются кольца трахеи, отсутствие отека слизистой оболочки трахеи, и также взаимоотношения с магистральными сосудами, прилежание к общей сонной артерии, и внутренняя еремная вена надежно отделена от опухоли, располагающейся между ними сонной артерией. Обязательно оцениваются костные структуры, поскольку первый орган-мишень при опухоли в щитовидной железе – это, помимо олимфогенного метастазирования, гематогенная костный мозг. Опухоли щитовидной железы, когда они прилежат широко к капсуле, очень часто вырастают в нее, демонстрируют инвазивный рост. И так хорошо визуализируемая капсула на уровне перешейка железы на уровне передних отделов правой доли не визуализируется. Возникает вопрос, есть ли вырастание в подподъязычные мышцы. При внутривенном контрастировании все вопросы отпадают. Подподъязычные мышцы характеризуются сниженным аморсигналом, в процесс они не вовлечены. И здесь как раз такой кадр, который демонстрирует, почему же мы выбираем МРТ, а не КТ. При КТ визуализируется нечеткость контура щитовидной железы, однако оценить состояние подподъязычных мышц, конечно, по этим сканам не представляется возможным. Бывает, опухоли достигают таких больших размеров, что речь идет уже не только о взаимоотношении с трахеей и пищеводом, но и с теми органами, которые находятся выше и ниже типичной локализации. Данный узел располагается практически на уровне еремной вырезки рукоятки грудины, критичный им буквально один сантиметр всего до еремной вырезки. Прилежание не только к шейному отделу пищевода, но и к стенке гортана глотки. Видим, что контуры сохранены четкие, ровные, инвазии нет. Также прилежание оценивается к кивательной мышце, оценивается целостность крещей и гортани. У нас только высокое расположение. Также пытаемся исключить инвазию подподъязычных мышц, оценивается кольцо трахеи, прослеживается контур капсулы на уровне прилежения к шейному отделу пищевода. Далее демонстрирую еще раз, как это визуализируется на компьютерной томографии. Нечеткость контуров, но, конечно, все эти тонкие структуры, которые видны на МРТ, отчетливо оценить не представляется возможным. Когда идет речь о таком низком расположении нижнего полюса опухоли, оцениваются более крупные сосуды. Это подключичная артерия, брахиоцефальный ствол, порой даже дуга аорты. Оценивается обязательно стенка артерии, общей сонной артерии. Это очень плотная мышечная стенка. Проследить ее удается в большинстве случаев. Вы видите, насколько хорошо она видна в той области, где нет прилежания опухолевой ткани. К сожалению, артерия охвачена более чем на одну-вторую окружности. И вот этот четко визуализируемый контур в интактной части артерии на уровне прилежания не дифференцируется. Идет врастание в стенку артерии. И удается визуализировать такую редкую ситуацию, когда врастание в еремную вену не сопровождается компрессией вены. И визуализируется интровазальная часть опухоли, которая вдается в ее просвет вены. И при внутривенном контрастировании активно накапливает контрастный препарат, что говорит о том, что это не пристеночный тромб, а именно опухолевая ткань. Поскольку сигнальные характеристики с первичной опухолью не идентичны. Опухоли щитовидной железы достаточно агрессивные. Поэтому даже несмотря на небольшие размеры, она уже склонна к инвазивному росту. В данном случае врастание не только в капсулу органа, но и в мышечную стенку прилежащего шейного отдела пищевода. Шейный отдел пищевода – это очень активно работающий мышечный орган. Поэтому мышца его всегда находится в тонусе. И характеризуется сниженным ОМО-сигналом на любом типе взвешенности. Поэтому, если мы видим истончение стенки органа, скорее всего, речь идет об инвазии в данной ситуации на одну-вторую толще. Поскольку при компрессии пищевод занимает более латеральное положение, он может деформироваться, но толщина стенки меняться не будет. Если есть изменение толщины, значит идет инвазия, что подтверждается на постконтрастных изображениях. У данного пациента опухоль щитовидной железы локализуется на уровне нижнего поля соправой доли. Явное врастание в трахею. Не прослеживается целостность кольца. Имеется эндотрахеальная часть опухоли. И на Т1-звешенных изображениях второе по счету кольцо под опухолью характеризуется сниженным ОМО-сигналом на ограниченном участке. Тоже свидетельствует о поверхностной инвазии. Опухоль, локализующаяся в перешейке или пирамидальной доле, всегда есть риск врастания в гортане. В данном случае опухоль находится на уровне перстневидного хряща. Активно накапливает контрастный препарат. На нативных изображениях, Т1-звешенных изображениях, контур перстневидного хряща на 12 и 2 часах условного циферблата не прослеживается. Поскольку нет отека в слизистой оболочке гортани, скорее всего, речь идет о поверхностной инвазии. Опухоли щитовидной железы настолько крупных размеров, они уже практически уходят за грудину, с секундарным поражением шейных лимфоузлов. Верхняя опухоль, полисовой опухоли, достигает уже ротоглотки. Ротоглотка деформирована, тем не менее, данных за врастание нет, но отмечается потеря контура под язычной кости. Правая часть ее просто разрушена. Также выявляется деструкция правой пластины щитовидного хряща. Как вы посмотрите, как он визуализируется на тонидно-вешенных изображениях на контролатеральной стороне. И имеется нарушение четкости контура пластины перстневидного хряща на уровне прилежания на 8 часах условного циферблата. Также поверхностная инвазия. Особенности мецестазирования. Щитовидная железа достаточно агрессивная опухоль, склонная к лимфогенному, гематогенному мецестазированию. У пациента еще одна форма, такая вот мультицентрическая опухоль щитовидной железы. Субтотально поражена левая доля и перешеек. И секундарные лимфоузлы, располагающиеся на уровне 2, 3, 4 уровня, имеют, в принципе, аналогичные сигнальные характеристики, похожие на первичную опухоль. К сожалению, для щитовидной железы лимфогенное мецестазирование характерно еще и в виде вот таких мелких бисерных метастазов, которые очень трудно увидеть. Они характеризуются сниженным оморсигналом на Т1-звешенном изображении, на Т2-звешенном изображении. И все наши критерии, по которым мы оцениваем вовлеченность лимфоузлов в процесс, соотношение длинника по перечнику 2 к 1 и диаметр более 1 см, здесь не работают. Нужно быть очень внимательными и обязательно все эти лимфоузлы описывать. Они особенно хорошо видны на Т1-звешенных изображениях. Здесь настораживает именно нетипичная локализация этого лимфоузла. Жировые клетчатки заднего треугольника шеи, 5-й А уровень, что говорит о том, что, скорее всего, имеет место секундарное поражение. Несмотря на небольшие размеры опухоли, здесь мы видим и лимфогенное метастазирование, и гематогенное при субтотальном поражении верхних шейных позвонков, и по типу изъеденного молью мелколитическая очаговая деструкция ниже расположенных позвонков, что также очень характерно для щитовидной железы. Такие очаги деструкции, которые сопровождаются поражением менее 30% костной ткани и сохранением целостности кортикального слоя, не видны на компьютерных томограммах. Более такие вот характерные очаги в плоских костях, литическая деструкция кости с нарушением целостности кортикального слоя и активным накоплением контрастного препарата на уровне поражения. Еще один такой интересный случай, когда имеется солитарный метастаз в суставной головке нижней челюсти с формированием обширного мягкотканного компонента, врастающего в жевательную мышцу. Обратите внимание на суставную головку контралтеральной суставного отростка. После операционного осложнения буквально несколько слов. Чаще всего это серомы. Наблюдаются длительностью 1-2 месяца после проведенного лечения. Повторяют топографию органа, андомическую форму его. При введении контрастного препарата характеризуется периферическим накоплением контрастного агента и без какого-то реактивного отека окружающих мягких тканей, что позволяет с уверенностью исключить абсцидирование. Также после операционного осложнения относятся повреждения гортанного нерва с возникновением атонии, соответствующих отделов гортани. Сразу говорю, что не все пациенты получили лечение в нашем центре. Некоторые пациенты пришли к нам уже за адъюантным лечением. То есть данный пациент прооперирован не у нас. Классическая как раз картина, когда MR-сигнал от атоничной складки высокий, от той складки, которая в тонусе, он более низкий, и на аксиальных таких вот плоскостях сканирования она занимает в данной плоскости как бы вертикальное положение. Как это, также еще у данного пациента была повреждена в ходе операции трахея из-за низкого расположения опухоли, трахея с послеоперационной деформацией и с признаками стеноза. Пациента наблюдаем в течение трех лет, каких-то субъективных дискомфортов ему это не причиняет, поэтому никаких не предпринимается усилий для того, чтобы это исправить. Посмотрите, как хорошо это видно на компьютерной томограмме, когда визуализируется деформированный просвет трахеи. Особенности рецидивирования. Чаще всего это, конечно, локальные местные рецидивы в виде инфильтративных, нечетко очертенных инфильтратов, сливающихся с контуром в данном случае трахеи. И сразу же обратите внимание, имеет сегментогенное метастазирование в виде вот этих самых мелких литических очагов, которые абсолютно не визуализируются на компьютерной томографии. Другой случай рецидивирования, когда нет местного рецидивирования, но, тем не менее, имеется лимфогенное метастазирование. Это лимфоузлы висцерального пространства, несмотря на их такие пограничные размеры. Тем не менее, их локализация, как раз висцеральное пространство, шестой уровень, говорит о том, что, скорее всего, секундарное поражение, конечно, имеет место. Далее, имеется местный рецидив у пациента, очень интересное и необычное лимфогенное метастазирование в ретрофарингеальный лимфоузел, абсолютно невизуализируемое, естественно, недоступное при УЗИ-осмотре. И у данного пациента, несмотря на отсутствие местного рецидива и незначительного увеличения лимфоузла шестого уровня, выявляется очень такой большой конгломерат шейных лимфоузлов второго А-уровня с компрессией вен. И также имеется секундарное поражение ската черепа с формированием обширного мягкотканного компонента, с энтрокраниальным распространением и активным накоплением контрастного препарата на фоне контрастированной мягкотканной части хорошо визуализируется собственная сосудистая сеть. Также казуистические случаи, когда рецидивный узел находится буквально в толще кольца трахеи с формированием эндо- и экзотрахеальной части, целостность кольца трахеи, разумеется, нарушена. У этого пациента рецидив возник в жировой клетчатке ретрофарингеальной области речь идет не о хрящах гортани, а именно жировой клетчатке. Это не лимфогенное метастазирование, а просто рецидивный узел. Вот такой вот узел кистозно-солидного строения, активно накопливающий контрастный препарат. У данного пациента, несмотря на то, что лимфоузлы достаточно небольшого размера, имеется солитарное поражение стволовых структур мозга, что достаточно редкая ситуация для щитовидной железы. Не всегда то, что мы видим в ложе удаленной щитовидной железы, является рецидивом. Повторяю, не все пациенты оперированы у нас. У данного пациента после удаленной опухоли щитовидной железы в ложе правой доли выявляется четко очерченное образование треугольной формы. По сигнальным характеристикам идентичная ткань щитовидной железы и аналогичных сигнальных характеристик образования локализуются на уровне пластины щитовидного хряща. В данном случае речь идет об остаточной ткани щитовидной железы и аберрантной доле. Еще одна ситуация, когда у пациента нет признаков регионарного рецидивирования, и в структуре оклоушной слюной железы выявляется кистозно-солидный узел, прилежащий к капсуле. В данном случае, как типичная картина, плеоморфная динома оклоушной слюной железы, также не идет речь о метастазировании. И последнее клиническое наблюдение – это пациент, прооперированный по поводу опухоли щитовидной железы с отсутствием признаков местного рецидива, но тем не менее в мягких тканях.